Уже совсем скоро свои двери распахнет перинатальный центр в Щелкове. Сейчас завершается монтаж и пусконаладка оборудования. Часть медицинского персонала уже приступила к работе. Об этом на совещании с главами доложил глава района Алексей Валов. Врачи готовят необходимую документацию для лицензирования, проводят поэтапную приемку помещений. Открытие центра спланировано на август. Большое внимание уделяется обустройству подходов к образовательным учреждениям, реализация программы «Дорога к школе» также на контроле. 6,5 миллионов рублей выделены службе озеленения и благоустройства на ремонт тротуаров. Это дорожки, асфальтирование, все подходы к школам, по городским школам. В эти деньги вошли в этом году школа номер 1, номер 2, номер 3 и гимназия. На общую сумму 6,5 миллионов рублей. Еще 8,5 миллионов рублей по программе «Светлый город» выделены на организацию освещения 16 школам района. Все работы планируется завершить до начала учебного года. Кроме того, на совещании обсудили ход капитального ремонта дома номер 29 на улице Парковой. В отремонтированном здании будут предоставлены квартиры остро-дефицитным и нуждающимся специалистам – медикам, педагогам, полицейским. Это разработан проект на усиление части фундамента. Сегодня организация занимается отопкивать базу по перемену здания для усиления фундамента, очистки помещений подвалов, чердака, а также перимет для ремонта квартир. Это оставлено прежними жильцами мусора. Ежедневно на объекте работают не менее 20 человек. Планируем сдать объект 1 сентября. Также на совещании отметили, на горячую линию поступает большое количество жалоб на попрошаек, просящих милость у ненаживленных дорогах города. Пренебрегая правилами дорожного движения, они передвигаются между автомобильными рядами, тем самым создавая угрозу безопасности и себе, и автомобилистам. Алексей Валов поручил разобраться в ситуации. Давайте организуйте рейд, привлеките совет депутатов города. Пусть они разберутся, кто их выбрасывает, этот десант, на улицы для сбора милостыни. А потом уже, соответственно, пригласим правоохранительные органы. Дарья Заснегова, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».